Сегодняшний обзор оперативного совещания в правительстве будет достаточно компактным, потому что само по себе совещание было достаточно коротким, но и, как обычно, содержало пару-тройку абсолютно незначительных вопросов. Из особенностей, которые бросались в глаза визуально в начале оперативного совещания, отмечу, естественно, опять парную форму ведения Назаров и Хабиров в президиуме, но это уже, в общем-то, становится привычным, а также то, что в зале отсутствовал Илшат Тажединов. Не знаю, что случилось, возможно, его уже вызвали на допрос в Федеральную службу безопасности, в связи с арестом его протеже Абсалямова. Возможно, его просто пока отстранили от тела ввиду возросшей токсичности, но, в общем, Тажединов в зале не было. А также в середине аудитории неимоверно блестел абсолютно выбритый Мурзагулов, что для него в последнее время совершенно неестественно. Не знаю, в связи с чем Абриле Мурзагулову, то ли он что-нибудь проспорил, то ли перестал уже окончательно походить на фотографию на пропуске. В общем, по Абриле Ростислава. Оперативное совещание началось со вступления Хабирова, которое он сделал в виде оглашения неких статистических данных. Собственно, данные эти были, на мой взгляд, абсолютно повторными. Он указал, что индекс промпроизводства у нас 104,2%, что на 4% больше ввели жилья, и, как он сказал, отфиксировано почти 2 миллиона квадратных метров. Индекс потребительских цен составил 104,7%. Ну, собственно, такая достаточно куцая статистика. От себя добавлю, что, к сожалению, Хабиров никогда не говорит об источниках данных, которые он оглашает, и потому это по определению вызывает некоторые сомнения. Я бы рекомендовал ему ссылаться на тот источник статистических исследований, данных или какой-то институт, откуда он почерпнул эти знания. Подытожив вот эту статистику, которая, на самом деле, прямо скажем, такая была абсолютно безликая, Хабиров сказал, что в целом динамика положительная. Вот здесь хотелось бы напомнить, что буквально тоже вчера-позавчера вышли результаты опросов, которые говорят, что 82% жителей Республики Башкортостан, согласно этим опросам, считают 2019 год неудачным для Башкортостана. Вот откуда взялось вот эта в целом динамика положительная? Тут очень сильно похоже это на те вот увещевания и самоуговоры Хамитова, которые он практиковал очень широко, когда все время говорил, что в целом все хорошо, результаты у нас положительные, д-д-д-д-д-д-д-д-д. Вот очень это похоже стало у Хабирова на Хамитова, и на самом деле это нехорошо. Также во вступительной части Хабиров внезапно объявил, что в Москве Башкортостану была вручена премия как лучшему региону по развитию спорта. Я, честно говоря, как-то даже замер и нажал на паузу. В связи с чем это награждение вообще могло произойти? Возможно, я упустил из поля зрения какую-нибудь грандиозную олимпиаду, спартакиаду, которую мы выиграли или провели в Башкирии, на худой конец какую-нибудь опимундию или еще что-нибудь. Ну, в общем, конечно, извините, мы не поняли. Так же, как не поняли, каким образом Башкортостан превратился в лучший регион по снабжению медикаментами, на фоне того, что неделями детям в центральных республиканских больницах не выдают обезболивающие, так же непонятно, каким образом Башкортостан стал лучшим спортивным регионом в России. Далее в повестке дня, естественно, был первый дежурный вопрос об оперативной обстановке ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. И, как обычно, первым докладчиком был Беляев Борис Владимирович. Но на этот раз он нетрадиционно долго выступал, сообщив радио Фаридовичу вовсе не о ситуации в ЖКХ на дорогах ИЧС, а о том, что рано утром, перед самым оперативным совещанием, преодолев все муки раннего подъема в понедельник, он и члены правительства собрались на дополнительное совещание под названием «Мусорный час», провели его в 8 утра, сообщил Беляев, прям в 8 собрались, прям труженики капец, провели этот «Мусорный час» и строго-настрого повелели операторам по обороту твердобытовых отходов начать вывозить регулярно мусор оттуда, откуда он еще не начал вывозиться регулярно. Тут минуточку стоп. Подождите, вы уже целый год регулярно взимаете оплату 30 рублей с человека на деревне и 70 рублей с человека в городе, а вывозить отовсюду мусор регулярно так и не начали? Ничего себе, какое достижение! Далее Борис Владимирович отметил, что больше всего претензий у него к оператору «Эко-Сити» и «Дертюли» имели «Водстрой», но это уже, собственно, не новость, потому что у них максимальное количество населенных пунктов, откуда мусор так и не начали вывозить. И до 18 декабря, то есть до послезавтра, Борис Владимирович распорядился сформировать графики вывоза твердокоммунальных отходов из всех населенных пунктов. Из чего я делаю простой вывод, что за целый год Борис Владимирович так и не смог, ну и его предшественник, собственно, организовать регулярный вывоз из всех населенных пунктов, из которых, по крайней мере, регулярно собираются деньги, а теперь за два дня они с этой задачей справятся. В общем, конечно, честно говоря, звучало смешно. Далее Борис Владимирович слезно попросил ради Фаритовича больше не проводить мусорный час по утрам понедельника, а перенести его на пятницу. Суть по всему, да, конечно, этот подвиг мог быть только одноразовым, потому что ни Борис Владимирович, ни прочие члены правительства на подобное ради, как говорится, народа и государства не способны. Выслушав Беляева, Хабиров строго напомнил ему о том, чтобы он не допустил мусорного коллапса в Новый год. Но мы еще вернемся к этой теме. Далее в рамках того же вопроса выступили дежурные Мухаммедьянов и Гумеров. Собственно, эти промелькнули бледной тенью и не оставили следа в нашем сознании. Мухаммедьянов отчитался о статистике гибели и ДТП на дорогах. Гумеров Фаритович сообщил о количествах пожаров и утонувших рыбаков. В общем, в принципе, там все нормально, как обычно. Борис Владимирович Беляев в этот раз у нас, как говорится, все утро на арене цирка. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос, о комплексном благоустройстве территорий в рамках реализации программы «Башкирские дворики» в 2019 и 2020 году. И докладчиком, конечно же, был Беляев. Доклад о башкирских двориках я смело могу назвать явкой с повинной. Дело в том, что практически весь этот доклад, а он был, наверное, самым объемным на прошедшей оперативке, состоял из сеанса саморазоблачения. Борис Владимирович каялся, приводил ужасные цифры, рассказывал о страшных трудностях, которые постигли его на пути к этой неудаче. Ну, в общем-то, конечно, достоин внимания и его цитаты, и их будет много, начнем по порядку. Во первых строках Борис Владимирович сообщил нам следующее. «Система реализации проекта методом проб и ошибок выработана, однако целевые показатели 2019 года не достигнуты». Надо отдать должное господину Беляеву. Язык его становится все витиеватее. Он впитывает в себя вот эти канцеляризмы, бюрократизмы и какие-то другие измы, и из простого человеческого, такого незамысловатого языка кумертаусского мэра у него вдруг рождается вот этот вот витиеватый, сложный, запутанный и в конечном итоге совершенно непонятный язык. Проще говоря, Борис Владимирович объявил, что, пройдя длинный путь проб и ошибок, он пришел к абсолютному провалу проекта «Башкирские дворики». Из 400 запланированных к ремонту дворов реально приступили к работе только в 346. Кассовое освоение на данный момент составляет в проекте 72%. Собственно, это 1,3 миллиарда рублей, немало. Общий объем финансирования, кстати говоря, 1,8 миллиарда рублей. Хорошая цифра. Тут же Борис Владимирович сообщил, что 50% работ просрочены по срокам контрактов. В 10 районах республики работы не завершены до сих пор. Жильцам не доводились планы и проекты реконструкции их дворов. Не согласовывались работы, и в дальнейшем жильцами они не контролировались. Только 30% дворов в программе соответствуют требованиям башкирских двориков, сообщил Борис Владимирович. Муниципалитеты вели себя отвратительно, по словам Беляева. Они не предусмотрели озеленение дворов. Потом попытались возместить упущенное через акцию «зеленая башкирия», высадив крупномеры в неподготовленный грунт и с нарушением технологии. То есть тут просматривается история о том, как из двух программ попытались слепить одну или наоборот, в итоге отчитались по обоим, а в конечном итоге не получилась ни та, ни другая. Еще одна цитата из господина Беляева. «Оплата, согласно вашему поручению, Ради Фаритович, с придыханием добавляет Беляев, производится только тех дворов, у которых есть соответствие требованиям башкирским дворикам». Вот здесь минуточку. Борис Владимирович мгновенно и сразу же противоречит сам себе. Он же нам сообщил, что кассовое исполнение проекта 72%, а это значит, что освоено 72% объема денег, а соответствие критериям проекта только у 30% двориков. То есть речь идет о том, что примерно половину из оплаченного оплатили вне соответствия критериев. Но Борис Владимирович так глубоко не копает. Еще одна цитата из Бориса Владимировича, которую можно считать явкой с повинной хотя бы для муниципалитетов, если не для них вместе. Так вот, цитирую. «Допущена оплата незданных 69 объектов на сумму 172 миллиона рублей». То есть получается, что заплатили за, ну, по факту невыполненные работы, если нет акта выполненных работ. В общем, конечно, ужас. У 50% отремонтированных или ремонтируемых домов не определен балансодержатель. Это на самом деле катастрофа, потому что, вероятнее всего, все затраты, которые были понесены вот по этим 50% дворов, пойдут на смарку, если эти дворы не будут обслуживать. Борис Владимирович мельком сообщил и о своих планах на следующий год. Напомню, ему опять выделяют 1 миллиард 800 миллионов рублей на 2020 год, чтобы он опять занимался той же самой ерундой. Но в 2020 году Борис Владимирович будет неумолим, потому что оплачивать он будет только по факту выполнения и приемки работ. Как будто в этом году это было не так. Сметы будут только по готовым шаблонам без государственной экспертизы. Беляев почему-то это преподнес как некое достижение. А мне вот кажется, что госэкспертиза была каким-никаким барьером перед вот этим совсем уж лукавыми сметами. И все работы на будущий год Борис Владимирович обещают завершить аж к 30 октября. Вот тут тоже позвольте усомниться. Он к 16 декабря-то не успел ничего сделать, а тут к 30 октября. В общем, на этом печальный текст доклада Бориса Владимировича Беляева был исчерпан и перешли, как говорится, к премиям. Хабиров строго спросил, планирует ли Беляев устранить недостатки 2019 года. Ну, вопрос, собственно, был риторический. Понятное дело, Беляев с места сообщил, что, конечно же, конечно же, Атифоридович. Хабиров повелел тем главам, которые допустили оплату незаактированных работ, урезать бюджет в этой статье на ту же сумму, на которую они оплатили. Кстати говоря, весьма справедливая и правильная мера. Действительно. Ну, ладно уж, не в тюрьму уже сажать людей за то, что оплатили невыполненные работы. Отнимем у них из бюджета города, района или муниципалитета вот эту сумму. Хабиров подытожил вот этот вот провальный доклад Беляева следующим образом. «Принимаю тезис о том, что в этом году вы учились на ошибках, но на следующий год это уже приниматься не будет. Нам нужны красивые, качественные дворы», – подытожил Хабиров. Вообще, конечно, меня прямо за душу берет, с какой теплотой, с какой нежностью относится Хабиров к зятю своего компаньона и делового партнера, господину Беляеву, как к родному сыну. Он ему ничего не жалеет. Каждый год 1,8 миллиарда на вот эту вот странную забаву под названием «башкирские дворики» снисходительно относится к тому, как мальчик начудил, немножко набедокурил. Ну, учиться же надо на ошибках, действительно, вырастет, поймет. Ну, только так можно объяснить вот эту логику, когда проект провален, показатели отвратительные, перспективы того, что муниципалитеты усвоят эту практику, практически нулевые, и перспектива того, что на будущий год этот миллиард 800 будет так же растранжирен и спущен в канализацию, а в худшем случае украден, и при этом все равно на, дорогой Боря, еще тебе 1 миллиард 800 миллионов. Нехорошо это. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос о программе развития инфраструктуры здравоохранения в Республике Башкортостан на 2020 год. Естественно, докладчиком был министр здравоохранения Максим Забелин. Максим Васильевич длинно и нудно стал путать нас цифрами, перечисляя, суммируя, деля и умножая друг на друга показатели федеральных программ, рассказывая о том, что он построит 72 ФАПа по этой программе, 6 фельдшерских и акушерских пунктов по этой и еще 13 по следующей. Далее шел длинный путанный список того, что он планирует или хотел бы отремонтировать или построить в 2020 году. Собственно, на самом деле этот список не был очень длинным. Для 4-миллионной республики он на самом деле был достаточно скромным. Там акушерский гинекологический корпус в городе Ишимбае, амбулаторию в Туймазах, амбулаторию в селе Ургала Белокатайского района и так далее. Все это было достаточно сложно воспринимать на слух, собственно, и присутствующим на совещании и зрителям, наверное, тоже. Бросалось в глаза некое несоответствие масштабам республики количества, например, закупленной тяжелой техники. На фоне того, что Максим Васильевич закупил 6707 единиц оборудования, всего 14 аппаратов УЗИ, всего 12 рентгенаппаратов, 8 томографов и вообще 2 аппарата КТ и МРТ. Но это катастрофически мало, а что из себя представляет остальные 6 650 единиц техники, я даже боюсь представить, возможно, речь идет о скальпелях или марлевых повязках. Отдельно отмечу, что незамеченным прошло сообщение Забелина о том, что в 2020 году существенно будут снижены затраты на капитальный ремонт, текущий ремонт и вообще совершенствование материальной базы объектов здравоохранения. Если в 2019 году эта сумма была полтора миллиарда рублей, то в 2020 году эта сумма будет 1,1 миллиарда рублей, что, собственно, на 30% практически меньше, чем в истекающем году. Это говорит о том, что в целом, конечно, финансирование здравоохранения будет падать, что, собственно, и было отмечено в бюджете, который принял Курултай на 2020 год. Вот один момент очень интересный был в докладе Забелина. Мы его обсудим в рамках прений, которые начались после этого доклада. Хабиров, выслушав доклад Забелина, заговорил о ФАПах. Почему-то он сказал, что мы могли бы и 200 ФАПов построить. Это речь идет о фельдшерских, акушерских пунктах в сельских районах. Но на самом деле построим только 91, построим и реконструируем. Потому что есть опасения того, что мы не найдем туда должного количества медперсонала. Опасения это Хабирова действительно не беспочвенное. Все мы помним, и он наверняка тоже помнит о тех трудностях с персоналом, с медицинскими работниками, которые возникают в сельской местности и в малых городах. Врачи, акушеры, младший медперсонал не желают работать в этих ужасных условиях, которые им созданы в малых больницах республики. Все хотят работать в Уфе. Это, конечно же, предсказуемо. Но Забелин возразил Хабирову, сказал, что нет, у нас там с обеспечением все в порядке. Далее вот тот самый интересный момент. Хабиров усомнился в том, что в ближайшее время, а именно к марту месяцу, будет достроен пристрой к онкологическому центру в городе Уфе. Этот вопрос вызвал даже некую дискуссию. Голос подал Андрей Геннадьевич Назаров, который до этого момента сидел молча в президиуме. Назаров сообщил, что по плану обещано достроить пристрой к онкологическому центру 8 марта. Ну, как-то так мягонько оговорился, что ну, 8 не 8, но до конца марта достроим. Вот тут давайте сделаем одно отступление и порассуждаем на эту тему. Меня очень сильно зацепила вот эта история с онкоцентром. Я вдруг вспомнил, что на самом деле, согласно первоначальному контракту, онкоцентр, вот этот пристрой к онкоцентру, который строит СУ-10 Валерия Мансурова, должен был быть сдан вот сегодня фактически. То есть в конце декабря. Как получилось так, что вопреки федеральному закону 44, по которому очень трудно изменить сроки сдачи объектов по контрактам, срок сдачи перенесен на следующий год, фактически на целых 3 месяца. Непонятно вопрос. Второе. Бытует сейчас мнение среди строителей, что со стройкой вот этого онкоцентра не все ладно. Я до конца деталей не знаю, но сейчас постараюсь погрузиться в эту тему и выяснить, что же там происходит. Еще в сентябре, когда была промежуточная техприемка этого объекта, выяснилось, что на объекте практически отсутствует коммуникации. То есть не было разводки под тяжелую технику электрической проводки, не было иных коммуникаций. Это было вот буквально в сентябре. Неужели сейчас там что-то кардинально изменилось? Также есть непроверенная пока еще информация о том, что в ходе строительства был существенным образом изменен проект. Надо выяснить, проведена ли была повторная экспертиза проекта, потому что это обязательная процедура, а в противном случае вообще тогда здание, сооружение не будет принято в эксплуатацию. Отмечу, что именно Забелин усомнился в том, что к марту месяцу этот объект будет сдан. И, судя по всему, существует несколько полярных мнений по поводу перспективы удачи-неудачи господина Мансурова на этом поприще. Вообще складывается ситуация очень интересная и очень тревожная. Хабиров и его правительство, по сути, попали в зависимость от СУ-10, от Валерия Мансурова. И вот почему. Мало кому известно о том, что заказчиком строительства и кардиоцентра, и пристроек онкоцентру является вовсе не Минздрав. Заказчиком этого строительства является пресловутая ГКО управления капстроительства, которая бурно действовала при Хамитове. Еще при Хамитове сложилась вот эта порочная схема, когда заказчиком вот этих социальных объектов являлось не ведомство, а, по сути, просто государство. Государственное учреждение являлось заказчиком этого объекта. В процессе торгов, в процессе конкурсных процедур вокруг онкоцентра было очень много необычайных и весьма подозрительных событий. Напомню, что сейчас Следственный комитет Башкирии ведет доследственную проверку по фактам, вскрывшимся в процессе строительства и конкурсных процедур по онкоцентру. Это, на самом деле, не может быть случайностью. Судя по всему, есть там в чем разбираться. Но мы пока не знаем суть этих вещей. Я обязательно в ближайшее время разыщу документы, разыщу факты, которые окружают и сопутствуют вот этому процессу. В общем, именно онкоцентр попадает в поле нашего внимания. И посмотрим, насколько вот эта интрига Забелин, Мансуров, Хабиров, Назаров будет развиваться дальше. Тут, конечно, под угрозой действительно сдача весьма существенных объектов инфраструктуры города, объектов Министерства здравоохранения, которые, как ни странно, к этим объектам пока никакого отношения не имеют. И еще раз подчеркну, правительство и Хабиров попали в кабалу, на самом деле, к Валерию Мансурову. Они своего рода заложники, потому что Мансуров набрал социальных объектов на сумму более 5 миллиардов рублей. Недавно он еще вторую очередь школы в Энорсе получил на строительство и так далее. И, по сути, он становится неприкасаемым. Тут ситуация такая. Какие бы нарушения ни случились в хозяйстве Валерия Агдамовича, их придется прощать, их придется пропускать мимо, потому что иначе начнется коллапс. И, собственно, я так понимаю, что господин Мансуров определенным образом, вольно или невольно, очень активно пользуется этой своей позицией, этим своим положением. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос об организации административных комиссий по выявлению нарушений в части незаконной парковки транспорта на газонах. Я уже не помню, в который раз этот вопрос обсуждается, и стоит ли вообще об этом дальше говорить. По-моему, эту тему надо закрывать потихонечку. Речь идет о вот этих вот карательных мерах в отношении несносного населения республики, которая безобразно паркуется на газонах, что на первом этапе правления очень взбесило дорогого Радия Фаритовича. В общем, докладчиком, естественно, был вызван Владимир Иванович Спеле, председатель Госкомитета по делам юстиции Республики Башкортостан, и доложил он, что в рамках действия статьи 6.21 КОАП РБ он за 8 отчетных месяцев, почему-то за 8 отчетных месяцев, вынес 24 131 постановления, из них 12 тысяч в Уфе, и собрал 30 миллионов рублей штрафов. Из них 15 миллионов он собрал в Уфе. Вот, собственно, вкратце все результаты Владимира Ивановича. Не могу сказать, что они грандиозны на фоне масштабов бюджета. Конечно же, это вызвало колоссальное раздражение населения, вот эти штрафы, вот эти карательные меры. Отмечу, что дисбаланс наблюдается, конечно, в сторону работы этого ведомства только в Уфе, потому что 50% собранных штрафов на фоне того, что Уфа – это все-таки всего 25% населения республики. Это, конечно, легкий такой перекос. К докладу Спеля могу добавить только то, что на прошедшей неделе администрация Уфы сообщила о том, что в зимний период времени не представляется возможным продолжить работу по надзору за несносным населением города в плане парковки на газонах, только потому, что зимой отличить газон от негазона окончательно становится невозможным. Хотя и летом, конечно, было непонятно, где заканчивается асфальт, либо утрамбованная земля, и начинается газон, но тем более зимой все занесло снегом. Надо сказать, что потихонечку начинается процесс демонтажа вот этих пресловутых столбиков и заборчиков Хиреева, причем демонтируют эти нелепые заграждения и эту нелепую могилу бюджетных денег. Сами же ЖУшники во многих районах республики и в Уфе наблюдаются факты, когда столбики и ограждения сносятся только потому, что они препятствуют уборке снега. Я думаю, что этот естественный отбор, вот это ландшафтное оптимизирование, конечно, будет продолжено, и в скором времени мы уже, наверное, редко где будем видеть вот эти памятники безумия у господина Хиреева и памятники вот этого совершенно ужасного отношения к народным деньгам, я имею в виду те сотни миллионов рублей, которые были похоронены в этом проекте. Прежде чем рассказать о докладчиках и сути их доклада, я отмечу, что, конечно, новогодние праздники вызывают какой-то мистический ужас у Хабирова, он их почему-то очень сильно боится. Судя по всему, Хабиров свято верит в то, что именно новогодние праздники ввергают население республики в ужас непотребства и разврат, что именно новогодние праздники толкают жителей Башкортостана в беспробудное пьянство, безобразие, нарушение общественного порядка и так далее. И вот именно с этим Хабиров будет непримиримо бороться в новогодние праздники. Возвращаясь к вопросу. Первым докладчиком был Латыпов Марат Раисович, председатель или как бы начальник, я не знаю, кто он там по должности, главного управления МЧС по республике Башкортостан. И Марат Раисович рассказал нам о том, что в новогодние праздники будет обеспечена повышенная готовность Министерства по чрезвычайным ситуациям, 3000 сотрудников будут на дежурстве. Также Марат Раисович сделал полезное дело, он рассказал нам о том, какова была статистика чрезвычайных ситуаций в предшествующие новогодние праздники, то есть в новый 2019 год. И рассказал он страшные вещи, что за 10 дней каникул в 2019 году, в январе, погибло 22 человека в пожарах, что действительно колоссально много. Наверное, втрое, в четверо превышает обычную недельную норму по этому показателю, что случилось 258 пожаров за 10 дней. Напомню, что на истекшей неделе было всего 150 пожаров, и 150 человек получили травмы. Да, это, конечно, как бы очень сильно похоже на какую-то военную сводку, и не испугать подобная статистика, конечно, не может. И эти данные косвенно подтверждают, конечно, предположение Хабирова о ужасной сущности населения республики Башкортостан, которая на фоне безделия и праздников погружается в безобразие и пьянство. Вторым выступающим по этому вопросу был полковник Ахкямов, представитель МВД, начальник управления Организации охраны общественного порядка МВД РБ. Ну, полковник Ахкямов сообщил нам о том, что все силы МВД будут брошены на то, чтобы обеспечить общественный порядок в новогодние праздники. Более трех тысяч сотрудников опять же, будут задействованы на охране общественного порядка и около 500 человек будут охранять ледовые городки. Вот здесь ставим небольшую ремарку. Дело в том, что согласно докладам все того же Беляева Бориса Владимировича в Башкирии обустраивается или уже обустроено свыше 552 ледовых городков. Вот тут цифры немножко не сходятся. Судя по всему, либо милиционеров не хватит на охрану ледовых городков, либо Борис Владимирович построил их не так много, сколько планировал. Завершая оперативное совещание, Хабиров затронул два вопроса. Первый вопрос, собственно, был Андрею Геннадьевичу Назарову о том, как же у нас дела с предстоящим форумом «Башкортостан зовет». Назаров сделал микродоклад с места, сообщил нам, что 18 декабря, буквально завтра, пройдет первый республиканский инвестиционный форум под названием «Башкортостан зовет». Он пригласил 500 участников. Из них меньше половины, 243 подтвердили свое участие, но все-таки Назаров надеется, что примерно 300 приедет, и среди этих приехавших даже будут компании, которые числятся в списке «Форбс». Самым ярким событием этого форума, безусловно, будет то, что модератором пленарного заседания станет никто иной, как Владимир Владимирович Познер, мегазвезда российского телевидения. И тут, конечно, опять напрашивается вопрос, а стоило ли это делать. Это очередной Стивен Сигл. Мы прекрасно понимаем, сколько Познер берет за вот эти коммерческие мероприятия, предприятия, и опять Башкирия влетит на какие-нибудь 5 или 6 миллионов рублей. Это, конечно, не здорово. Хабиров выслушал доклад Назарова, сообщил, что мы ищем формы работы с инвесторами, правильно мы все делаем, и у нас есть потенциал. Вторым вопросом заключения оперативки был вопрос неожиданный. Вопрос о курительных смесях под названием СНЮС. Хабиров дал поручение Министерству торговли вступить в содействие, в соучастие с Роспотребнадзором и МВД с целью того, чтобы окончательно искоренить торговлю вот этими курительными смесями в Республике Башкортостан. Хабиров поблагодарил те торговые сети и тех коммерсантов, которые откликнулись на устный призыв прекратить торговать этим странным продуктом, и наказал комитету по торговле и защите прав потребителей добиться результата в этой области. Тут надо отметить, что это действительно очень правильная история. Стоит отметить механизм возникновения вообще этой проблемы. Все мы помним вот эти ужасные спайсы, какие-то синтетические галлюциногены, которые изначально продавались прямо в переходах на улицах и в магазинах, а потом с ними начали бороться и победили. Дело в том, что химики-технологи Китая существенным образом опережают законотворческую деятельность и Государственной Думы, и региональных парламентов. И вот этот список запрещенных веществ, которые в конечном итоге попали, например, спайсы, все еще не пополнен теми веществами, которые содержатся вот в этих вот снюсах. Как бы ни называли китайские наркоторговцы вот эту всю ужасную гадость, я думаю, что перспективы есть, и совместными усилиями ведомства республики справятся с этой напастью. Действительно, дети страдают, дети попадают под влияние вот этого ужаса, этого безобразия, и отрадно, что ответственные коммерсанты самостоятельно ограничивают проникновение этих веществ на рынок Башкортостана. Ввиду краткости этой оперативки позволю себе тоже кое-что добавить. От себя добавлю наблюдение о том, что ни слова на этой оперативке не было сказано про елки, тем более про пиксельные елки, а вообще эти пиксельные елки становятся проклятием Хабирова и его правительства. Дело в том, что на прошедшей неделе две из шести пиксельных елок благополучно погасли в Уфе, на Конгресс-Холле и в Нефтекамске. Министерство жилищно-коммунального хозяйства довольно-таки жалким образом попыталось объяснить это какой-то там перенастройкой. Однозначно эти елки становятся предметом упрека в адрес Хабирова и его правительства. На прошедшей неделе случилась трагедия, когда в Иглино сгорел вагончик, в котором жила семья, потерявшая жилье в результате пожара, и вагончик их тоже сгорел, и, к несчастью, в этом вагончике сгорела 12-летняя девочка. И мгновенно в комментариях появилась такая цепочка логическая, что, ну, конечно, у нас же нет денег на подменное жилье в Иглино, о чем заявил глава этого района, а зато есть деньги на целых 115 миллионов рублей на покупку вот этих вот бредовых пиксельных елок. Действительно, в Иглино жилье недорогое. На 115 миллионов можно было бы купить, пожалуй, что 50 квартир. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»